Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Grid War Western Front на максимальной сложности элита за союзников. Прошлая серия закончилась на том, что мы отбили ИПР с направления... С направления Лили, наверное. Мы отбили ИПР. Я не помню, уже сам. И началась вторая атака противника с направления Гента. Вот отсюда. Сейчас снова придется строить укрепление, а потом снова оборонять ИПР. Погнали! 1186 припасов. Я думаю, достаточно. В прошлый раз одну точку потеряли, потому что приехали танки. В этот раз посмотрим. Ну, вот, серьезно, это уже атака. 14 корпусов. Но и в прошлый раз было, по-моему, тоже 14 корпусов. И мы удержались. Так что особо переживаний нет. И он снова надо сначала сломать. Ай, стой! Забываю все время отключить пункты свечер. А он с этой игрой чудит. Камеру начинает двигать без остановки. Ломаем всю фигню. Блин, как же мне не хватает кнопки удалить все. Может, есть такая кнопка? Может, я просто не вижу? Напиши в комментариях. Если ты в курсе. Потому что каждый раз заново все это чистить надоедает, откровенно говоря. Все, вроде все, да? Отлично. Писали в комментариях, зачем застраивать все точки, если главную надо взять. В принципе, идея интересная. Я вот думаю, что нужно действительно забить на все точки, отстроить вокруг одной защиту. Ну, максимум вокруг двух. Вот здесь. И вот здесь. Да и все. А те пускай заберет. Ну, потеряем их. Ну, получено на эти очки. Я, конечно, в комментариях написал, что по разнице очков моральный дух. Но у нас морального духа там больше, чем на сотку. А мне просто очень уже надоело одно и то же строить каждый раз. Вот так вот сделаем. Прямо маленький. Маленький укрепление. Вот туда нужно воткнуться. Вот. Отлично. Как раз они туда втыкаются. И вот здесь как раз втыкаются. Чтобы никто не прошел. Криво, наверное, сделал. Наверное, вот так надо. Смотрю на мини-карту, где точка высадки. Наверное, вот здесь точка высадки. Ну, ладно, не буду. Пусть тут-то чуть-чуть добегут. Так. И соединим первую со второй. Вот так вот. Пулеметы. Ставим пулеметы. Так, а что ты не хочешь? А, ну вот нормальная позиция. Раз. Два. А вот два пулемета будут нормально тут все придерживать. Все подступы. Колючки еще можно накинуть. Ну, так, слегка. Тут особо много ее не накинуть, кстати говоря. Пару рядов, я думаю, достаточно. Пулеметов, наверное, мало, на самом деле. Еще один возьму, наверное. Так вот, сделаю. Вот, одна готова точка. И вот эту сейчас тоже закроем хорошенько. А, снись уже, вот этот планк надо закрыть. Депусть он подавится этими двумя точками с вами. Яс как-то к лесу не подпустить его, вот к этому. А то он будет через лес выскакивать сразу в наш окоп, а он будет по-любому, потому что он пойдет на точку B. И вот у него будет тут прямая точку B тоже тогда нельзя отдавать, чтобы он об нее долбился. Если он как делать, то он идет прямиком посмотреть сюда, упориться сюда. Мы его разнесем. На точку C он придет, пусть забирает. И точка B. Вот с C он может напрямую, но тоже через F. Вот перед лесом надо закрыть. B и лес надо закрыть. Вот что надо сделать. А, C фиг с ней. Хотя, как будто проще C закрыть. А, B бросить. Ладно, давай перед C построим большую линию какую-нибудь. Вот так вот. Чтобы не пустить его на B. Конечно, такие большие линии не очень хорошо делать. Потому что не хватит людей. Так, а здесь еще и плотности. Застройки не хватает. Ладно, вот это вот отсюда. Он еще слишком много получилось. Не хотел много строить. А в итоге ничего не вышло. Ну вот, вот так. Вот так. И вот так. Все, а нижние две тогда не будем. А здесь тогда ставим пулеметы. На тот край. А, а, все, нельзя. Вот так. Нет, так плохо. Дырка получается. Хотя нет, не очень. Получается, но небольшая сойдет. Ладно. Так, вот здесь все перекрыто. И с этой стороны еще сделаем один. Так, с этой стороны еще улучшим. Так, с этой стороны. Чувствую точку поставить. Ну и все, ладно. Сойдет, я думаю. я думаю сойдет как раз два час третью линию закроем здесь хватило на все еще одну как раз ровно 30 получилось и близли ура и 500 очков на подкрепление погнали все-таки не стал все застраивать две точки застроил надо двух точек тылу противник не должен пройти сквозь нашли не хотя конечно если он пригонит танки легко он пройдет сквозь нашей линии ох ты он еще и осадной артой отработал заранее перед тем как пойти в атаку не слабость нес кстати пулемет вот эта подстава без пулемета вообще грустно летит самолет его но здесь тоже самолет давай-ка выпустим тоже самолет выпустим два самолет чтобы наверняка мальчики мальчики его есть смели самолет отлично так но у пулеметом не слабо досталось хорошо что по одному только один окоп раздубасили и он уже идет его разведка уже не идет его разведка ветеранская часть пришла тут немножко охватили тут не пойму сломали не сломали а летят вражеские самолеты истребители в этот раз два истребителя он пригнал против наших четырех я надеюсь моих осилим хорош теперь один и один остался подсел а потеряли истребитель но мы у него сбили больше часы несчастный истребитель вражески всех нам позбивает тут давай ну кису сейчас уйдет нет не уйдет отлично бух упал упал на наши окопы так можно назвать самолет я не знаю нет нельзя назвать самолеты пошла артиллерия ох ты разнесли целую целый ряд нам разнесли ну вот кстати в этот раз это имеет смысл когда в прошлый раз делали такую дыру нам просто сузили потому что справа и слева были наши окопы враг все равно пройти не мог сейчас он конечно а хотя чем я он все равно не сможет тут пройти я сначала подумал спустится вылезет и пробежит через леса бежит нас нет не обижит да он сломал такие укрепления но ему один фиг придется идти сюда тут у нас нормально если вон там только он сможет обойти о танки едут эта печаль к танки это печаль потому что за артиллерии прикрывает а у нас окопы не укрепленные такие стрёмники поэтому арта сейчас будет конкретно кошмарить наших бойцов еще так летят самолеты снова вражеские давай-ка вызовем еще окно вот уже прорыв уже прорыв причем уничтожен пулемет и пехота уничтожена тут да как-то в этот раз прям там ветераны врываются тащим подкрепление и жим-бежим-бежим ух ты нас тут вообще уже конкретно промяли держите бойцы теряли первую линию уже вторую уже теряем и продолжает кататься давай давай бегом сосредоточиться отлично есть танк снесли ступер не на получится и не получится там что а все не получится отставить потому что здесь уже на подходе они сидят будут нас видеть огневой вал прокатывается когда мы туда перебежим наши истребители смотрю там летают по всей территории акса давай вот так бежим он туда а все туда не надо идти я надеюсь успеют успели отлично молодцы этих в лес заведем вот сюда попытаемся пробежать перетаскиваем подкреплением вон поближе к левому флангу здесь без остановки просто работает артиллерия вражеская но пришли у самолеты но эти истребители я не хочу даже если были бомберы под против истребителей как-то на помощь на помощь третья линия обливать попытаемся отстрелить противника прямо наступаем в бой из поля чтобы не дать им добежать до окопов сюда стреляй сюда стреляй не ходил веков подкрепление еще подкрепление здесь отбиваемся но не очень отбиваемся самом деле занимаем первую линию и здесь на помощь бежим так тут че тут нас отбили да тут нас отбили не очень вышло пытаемся пытаемся третью линию хотя бы добежать там же левый фланг прорыв вообще уже попробуем еще раз отбежать мемах тут уже тоже конечно силы такие недобитки так давайте недобитки запрыгивайте тащим здесь тоже подкрепление и вон туда тоже бежим вовсю пока на правом фланге хоть держимся так вот эти сейчас успеют если будет отлично огонь 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 них ну одну-то роту отстрелили лада нормально и окоп забрали и здесь сейчас сможем мы накидывать ухты ребята ребята стояли в чистом поле а выпрашивали удар арты и выпросили долго наверно него выпрашивали раз арта успела и навестись долбануть но тем не менее пол роты до окопа добралось давай тоже вперед а этих прямо на подходе причем на подходе не просто подходе еще и снесли смесли наш пулемет первая линия уже теряется запрыгивать скорее скорее есть тут успели запрыгнуть пытаемся захватить вторую линию и здесь все надеюсь их не спалят раньше времени как эти бегут во вторую линию есть добежать до второй линии но тут конечно дела уже прям не очень как жак у них вышла она пулемета резницы ли да танк помог на старте разойтись в лес в лес говорю известно стрелять так с там уже поздно что здесь если они пойдут ближе ухты как вовремя ушел практически успел уйти о прям один за одним кладет здесь может подсадили бойцов 10 минут еще так далее ну залегли молодцы но мы теряем точку уже еще тащим силы еще тащим такс ну одно отстрелили рот отлично может сейчас еще кого стрелять но мы потеряли уже все все свои окопы а еще и таймер не идет потому что захват точки б блин но тут конечно прям не очень и прячемся в лесу тогда и тащим подкрепление вот здесь пусть хотя бы здесь подкрадутся будут сидеть на готове все потеряли точку одну точку я собирался терять до вначале писатом концерта я потерял так давай вам туда не попадай под огонь и сразу на вторую уходи тогда проводит флаг держим ведь тоже выжидают что они ожидают бомбардировщик вот что они выжидают вперед истребители гасим 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 его а то сейчас несет последний пулемет и рандец нам есть минус бомбер супер 60 очков конечно нам это стоило операция но снесли бомбер но это приятно тем более что тут уже пол пулемета осталось если мы его потеряем нам уже совсем придется тяжело плюс 2 очка еще и заканчивается и снабжением пошел противник в атаку до противника так пошел мы из леса его постреливаем неплохо стать пострелим по урота разнесли на подходе но на подходе рота ветеранов давай бегом сюда и ты бегом сюда одну одну перебили вчера рукопашными нет они теперь нас видят из леса и и гасит до этого не нас не видели там и не могли гасить теперь увидели смогли минус рота но и ветераны тут конечно ведь ветеранов фигово наши самолётики все еще летают и горит артиллерия по нашей первой линии такса там там кстати подъехал но сейчас конечно там штанг тяжелый мы его ничем не остановим ладно ускоряем тогда это все делом дело ближе к провалу потому что потеря пулемета до всем теряли пулемет и и вот тяжелый танк как бы как бы это все я думаю что надо отступать чтобы не терять силы потому что ну вот это уже не остановить все и вот это уже не остановить отступаем потеряем мы звездом но сэкономим снабжение потому что снабжение меньше двух с половиной сотен если нас тут разнесут в клочья начнут распадаться уже роты не роты а эти корпуса а это не хотелось бы ну что ж бывает и так а вы про три звезды вообще тогда пофиг так что по снабжению по золоту 759 это ладно снабжение не показывают что ладно не показывать не показывать 66 600 мы потеряли два истребителя на даже у противника тоже около 6000 на самом деле но зато пять истребителей бомбардировщик танк и конечно пехота один к одному мне не нравится размен в обороне но против танка я не знаю чего противопоставить элитку которая якобы с противотанковыми ружьями тоже так себя на самое главное сейчас какие будут расходы по снабжению чтобы не потерять корпус 49 ну 49 это ладно плюс 10 минус 10 равно у нас 610 у него 560 так что а здесь мы нормально нормально держимся четыре очка науки нам надо покупать снабжение сейчас лучше вам нужно сделать чтобы в следующем ухты один курс бесчеловечный а 200 за 500 ухты но теперь хотя бы снабжение есть запасе и четыре очка усталость усталость нас не тревожит деньги больше денег снижение цены построек снижение цены построек может и не так интересно увлечение воли нации на 10 процентов от событий ну тоже так себе два корпуса элитных два элитных корпуса два элитных корпуса точно хорошо пойдем на ли за деньгаем потому что что-то как-то деньжата начинают заканчиваться а это нам допустить нельзя танки самолеты осадной артиллерии также играют большую роль в наших операциях купи 3 юнита получить 1200 золота но неплохо так с 1200 мы получим если мы купим 3 американских танка то мы как раз потратим 1200 и получим 1200 нормально раз два три отлично вот такие события мне нравятся считай на халяву получили три танка окно и отправим один из них отправился к и про туда не противник еще не уходит и еще там же да можно кстати наверное наверное едва можно отправить раз он все еще там сидит и склады и склады поднимем она давай все танки туда гоним потому что раз он там сидит он снова пойдет на ибр низ . не то что я надеюсь эти танки использовать в бою как хотя не исключено в основном я хочу снабжение от них получить чтобы конкретно усилить окопы потому что это прям вообще проминают без улучшенных окопов так стук только 77 это ладно ну вот так у нас конечно пока листья некуда так уничтожить три танка захватите ретель захватите ну конечно он не можем несколько раз таковали ладно таковать мы сейчас не будем на следующий ход посмотрим что произойдет а ничего не произошло а я думал будет снова бить и пар нет то ушел у на ты про он а ты про ушел вот они 13 13 так 77 и царь какие-то подкрепление у него нарисовались 9 вот здесь атака либо вот здесь атака 4 у нас по пять корпусов тут хватит сил нам а пойдем в наук тогда заглянем это что такое изменение курса супла и на золото ну кстати наша тема не скучно что скоро опять придется купать скорость пехоты на 10 процентов увеличить тоже выглядит неплохо но мы не собираемся пока в атаку третий уровень госпиталь не на что строить улучшенная колючка пехота в командном окопе получается бонус командная куб укреплять тоже не то что вам нужно ну пойдем дальше в ресурсы тогда так здесь открывает склады а здесь даст нам курс обменный возьмем обменный курс так и ждем атаку на а 1 455 корпусов немаловатыми можно склады поднять на 1 вот так вот сделаем россия и германия подписали союз минус 25 национальной воли но все равно у нас много ну что ж те три шарика за 10 воли ну толку коты усядутся перед дверью сидят решали конец шарика и пока не будем уничтожать 1313 а раз ну да вот а раз он и шпионит туда он и собирается то что он туда собирается а вот и не туда на хейсбрук так на хейсбрук у нас тут куча танков всего у нас всего нас тут достаточно в следующей серии будем биться значит за этот регион если тебе нравится игра нравится прохождение подписывайся на канал нажимай колокольчик пиши комментарии ставь лайки спасибо за просмотр и пока подписывайся на канал